Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот почему так ты хочешь дать человеку всё, что он хочет, и ему это всё нужно только другого человека? Потому что человек, ну, тупенький. Либо не меркантильный, либо он действительно влюблён. Или не меркантильный. Бывает такое. Ты умеешь прощать? И что никогда не простишь? Прощать я, да, в принципе, умею. Ага. Не прощу убийство маленьких беззащитных. Если парень поднял руку с ним, сразу стоит расставаться? Ну, вообще, смотря по какой ситуации. Потому что есть ситуация, когда виновата девушка, и есть когда виноваты оба. Или один человек. Тогда, ну, тогда, если девушка, я прошу прощения, то ей можно зарядить, мне кажется. Когда ты первый раз влюбляешься, первый раз идёшь на свидание, это такие, просто такие эмоции, такие ощущения, что не передать вообще словами. Это очень круто. Но у меня этого давно нет. Потому что первая любовь, она всегда такая гормональная. Нормально, что через две недели от приёмов локсетина он перестал отбивать голод. Да. Это абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Потому что первый курс, ты на нём ходеешь. Вот. Вот. Он у тебя голод отбивает. Ну, а второй приём, как бы, организм у тебя уже адаптируется. И перестаёт так... Перестаёт так сильно действовать на систему нервную. Как в Москве найти хорошего бесплатного психиатра? Ну, во-первых, надо посмотреть по знакомым. А во-вторых, надо почитать в интернете. Потому что, ну... Есть психологи. Это не врачи. Есть психиатры. Вот это врачи. Они могут вылечить. Как именно проявляется твоя жидкофорния образа и голоса? Это очень сложно сказать. Иногда я просто не владею своим телом. Вообще не владею. Обычно в таких состояниях я либо хожу и выгляжу как робот. Либо мне очень херово и нужно просто спать. Глюки были ещё в 2010 году. То есть там было такое затяжное, затяжное прям. Ужасное. Вот. И сейчас у меня глюки реже. Если что, там звук кошки, короче, играют с новыми игрушками. Вот сейчас у меня вот эти приступы реже. У меня были приступы внуланотизма, шизофазия, которые проявляются вообще непонятно как. Не, ну мне это понятно, но я врачу. Появлялись обладают глазами на уроках, когда я ещё в школе училась. И пение. Какое-то неразборчивое вообще. Там орган, какие-то высокие ноты, ещё что-то. И ты не можешь ничего делать с этой галлюцинацией. Ты можешь её только зарисовать. Только тогда, только тогда она исчезнет. В какую клинику ты ходишь? Во вторую? Я могу только сказать, что она находится на Смоленской. И это всё. Я знаю, что она находится на Смоленской. Я знаю, какая это дверь. И опа! Всё, я больше ничего не знаю. Честно. Как найти реальных друзей в виртуальном мире? О-о-о, я даже не знаю. Даже не знаю. Надо играть в одну игруху. И познакомиться там уже, быть коммуникабельным. Подстраиваться под людей. Ну, попробуйте. В общем, попробуйте просто поиграть. Хотя бы. Есть любимый автор? Кого посоветуешь почитать? Вы знаете... В дурке, кроме для насовой ничего не было. Самая классная книга. Да. Вот. Но если серьёзно, то я люблю стихи Бродского. И... Как это называется-то? Собор Парижской Богоматери. Он... Жёсткий, но... Ну, такой драматичный, блин. Там вот всё показано. Всё. Весь спектр чувств. Как думаешь, какая твоя самая плохая черта характера? Самая плохая? Ммм. Нет, я не знаю, какая моя плохая черта характера. Наверное, как раз-таки некоммуникабельность. Я не умею общаться с людьми, потому что... Если тебе не нравится то, что ты делаешь, не делай, то делай что-то другое. Короче, это максимальная, скажем так, планка, которая приближена к идеалу. К человеку, который что-то может. Ну, а... Что является основой твоей жизненной философии? А ты... Аху-намасату. Как на личном фронте? Я не знаю, кто это спрашивает, блин. На личном фронте, как на войне, вот кошки бегают. Ночью по мне. Луна меня светит в окно, заставляя встать и выйти в него. Посоветую крутых приложений на телефон. Эм... Простите, вот на этот? Вот на этот, на такой, да? Туда обещается только Kate Mobile. Чат на Фейсбуке. И одна игрушка, которая не такая требовательная. Я не могу ничего посоветовать по этому поводу. Покажи фотокомнаты. Нет, сорян. Фотокомнаты я показывать не буду. Во-первых, у меня бардак. И я над ним повелеваю. А во-вторых, это как бы, ну... Для меня это немножко личное сейчас. Когда-нибудь, когда-нибудь я сделаю вам рум-тур. Но не здесь. Не здесь. Возможно, не забыть человека, которого любишь. Ха-ха-ха-ха. Прикиньте, да! Возможно! Это охренеть, как не здорово! У меня началось лечение. Я все перезабывала. Лечение мне длилось вот второй или третий год уже. А у меня, видимо, был парень. Теперь его нет. Да. Класс. Любимое мороженое. Я люблю клубничное, чербет и что-нибудь фруктовое. Вот это вкусненько. Это я люблю. Поделись рецептом своего любимого блюда. Короче, идешь на рыбалку. Ловишь вот таких вот карасиков. Домой приносишь. Разделываешь все, вынимаешь. Берешь кусочек сыра, горчицу, перец и лук репчатый. И все это жаришь. Получается, что-то наподобие чипсов или сухариков. Ну, оно вкусное. Вкусное, честно. Не говори своему другу то, чего не должен знать твой враг. Согласишься с этой мыслью. Вообще, в целом... Как сказать? Настоящий друг, если ты ему расскажешь, он не выдаст. Не выдаст тебя. Не выдаст. Даже под пытками. А не настоящий друг... Он сам. Сам выдаст. Причем при первой же возможности. Поэтому, надо, чтобы взаимопонимание было и гармония. Наверное, так. С кем хотелось бы тебе познакомиться из АСКО вживую? Знаете, на АСКО.фэм я... Только с людьми, с которыми я вживую общаюсь. Иногда. А, общаюсь. Как ты считаешь, что делает внешность человека привлекательной? Ну, это очень такое субъективное мнение. Потому что мне, например, нравятся мужчины с длинными волосами, которые играют на каких-нибудь инструментах. Красивый. Так, первый отвечает так. Что ты... Я не буду отвечать на вопрос, в котором... Напиши ему, волосы двоих... Напиши ему... Тому волосы, что тебе нужна помощь, и скажи, какой ответ пришел. Во-первых, я никогда не прошу о помощи, если она мне серьезно не нужна. Потому что получается, как в сказке про мальчика и волка. Я думаю, вы ее найдете, или вы ее знаете просто. Это достаточно древняя сказка. Пин. Часть это это повышение эндорфина. В крови. Но... Оно не всегда бывает от... Именно от того, что ты счастлив. Счастлив, то может быть просто, Идя по зеленой аллее, смотря на небо не голубое, На белые облака, словно вата. И на кроны деревьев. У которых некоторые листики розовые, а некоторые зеленые. И я считаю, что это... Вот такие моменты, это счастье. Счастье в мелочах, понимаете? В мелочах! В мелочах счастье! Какие странные фразы ты используешь в своем разговоре? Сударья, сударь, ну, короче, что-то типа смешения предыдущих веков, да, может, там, двух, трех. И настоящего времени. Мне всегда почему-то не везет на настоящее время, я постоянно не в тренде. Потому что я не знаю, что происходит. Так. Ты считаешь, каждый человек должен быть воспитанным? Однозначно. Но это зависит еще от воспитания родителей. То есть, они могут его плохо воспитать, но могут хорошо. И я считаю, да, что ребенок должен быть... Самая умная рыба, дельфин. Они уменьшить их? Мне кажется, да. Самая одинокая рыба, это какой-то кит, который не на своей волне. Точнее, на своей волне, но не на волне других китов. Кто твой идол? Почему? В смысле, идол? Идол, не сотвори... Не сотвори идол из себя. Это что-то было в Библии. С тех пор мой идол... С тех пор мой идол это я. Сейчас вы... Какой подарок был самым приятным? Ой. Ноутбук. И камера. Я не могу, не могу говорить, что что-то приятнее, чем другое. Это же внимание. На тебя обращают внимание, тебе дарят внимание, значит, ты нужен. И... Сам подарок тут значение почти не играет. Идеальный зимний вечер это... Пледик. Кофе и диспетчер. Конечно же. Идеальный вечер это... Пледик. Кофеек или чаек. И либо книжка, либо... Компьютер, чтобы можно было погонять. А на улице дождь. И он стычит в окно. И это навевает какую-то определенную романтику. Так. Место, где ты проводишь больше всего времени. Это место здесь. Вы его видите. А под ним кровать. И я на ней сплю. Вот. Как понять, есть... Есть. Остались ли чувства. О... Знаете, это вопрос, который для меня прямо за семью печатями. Ну, просто можете понаблюдать за человеком. И не основном... Прямляет. Прямляет симпатию. Смотрит украдкой. Возможно, это любовь. А возможно, нет. Что думаешь про бодибилдинг? Хотелось бы им заниматься. У меня есть в друзьях один бодибилдер. Он еще со школы. Но. Во-первых. Я как бы не очень хочу таскать такие тяжести снова. Но и... Прям... Знаете, такой... Рельеф, который смазан маслом, да? У девушек. Меня не впирает. Мне кажется, девушка должна быть хрупкой. Но с хорошим поставленным ударом. Чтобы день стал идеальным, нужно, чтобы... О-о-о... Нужно просто забыть себе свои проблемы. И сделать себе какой-нибудь бутерброд. Или взять пончик, что-нибудь сладенькое, чаек. У меня вообще ничего такого... Чаек и что-то сладкое. Вот. И все. Вечер идеален. Идеален. А если день, то надо что-то снять. Что-то снять. Если я не снимаю, у меня получается... Появляется такое... Мнетущее чувство. И мне хочется снимать, 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 снимать. Но я не всегда знаю о чем. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, о чем же мне снять следующий ролик. И лайк поставьте. И на колокольчик не забудьте нажать. А то я буду плакать. Много знакомых служили или служат в армии. Какие у них впечатления? Ну, у меня брат служил. И я как-то раз ехала в поезде с дюбелями. У меня еще были дреды. Такие, ну... Блин, из конь колона. И что-то мы с ними закорешились. Потому что у меня были скареты. А у них была водка и кола. И мы с ними, конечно, сидели, болтали. Но они сказали, что... Блин, армия, она реально у тебя отбирает два года жизни. Но это только если ты не умеешь ничему учиться. Так что если ты умеешь чего-то делать. И готов принимать новую информацию. То армия не покажется тебе таким уши. Адам. Так, у тебя много врагов? Ну, достаточно. Для меня достаточно. Где обычно смотришь прогноз погоды? Окей, гугл. Какие нелицензированные программы у тебя есть? А вот, знаете, а вот этот секрет. Секрет, секрет мой секрет. Потому что я... Люмпан. У меня нет денег на какие-то крутые программы. Я просто скачиваю все через зеркало. Как перестать бояться стоматуру? Надо к нему сходить. Или, наверное, даже на... Как это так говорится, да? На отбеливание зубов. Как-то так. Ну, короче, самая безобидная, безопасная операция. Вот. Вот. И тогда... Тогда уже можно будет говорить. Говоришься ты врачей или нет. Где планируешь получить образование? В моей голове. Там. Из космоса, короче. Из космоса потоки научат меня всему. Вот. Так, нравится, когда приправы добавляют в еду. Или они только портят настоящий вкус. Вообще, как говорится, если блюдо шеф-повара... Если блюдо шеф-повара съедено без кетчупа и без специй, значит, это хороший повар. А если... И если оно все залито кетчупом и только так это можно съесть, то, извините, я так могу, не знаю, перец съесть, там, мышь какую-нибудь. Вот. Ну, типа, сравнение, типа аллегория. Вы должны понять. Много фантазируешь в последнее время нет. В моей голове. Пустота. Кучерявые или прямые волосы? Мне нравится идти идти. Вот. Кучерявые волосы, да, они такие с цветушками. Если за ними ухаживать, они просто прекрасны, прекрасны. А прямые волосы, допустим, как у меня, они, во-первых, часто запутываются, во-вторых, за ними очень сложно следить, прям очень-очень. Надо каждые полчаса расчесываться, чтобы у тебя волосы либо любят, как у меня сейчас, дрейдинги. Короче, я спасаюсь, спасаю свои волосы и сама спасаюсь. Где зимой можно погулять? По парку погуляйте. По парку гулять, это просто замечательно. Не страшно в лифтах ездить? Страшно, поэтому я хожу пешком. Везде. Или почти везде. Есть что-то, что коллекционируешь или хочешь? Да, у меня есть игрушки, которые коллекционированы, типа Monster High. Вот, потом у меня есть парики, какие-то костюмы. И, знаете, вещи с котиками. У меня даже татухи есть с котиками. Я планирую вообще забить ногу татухами с котиками. И всё. И радоваться жизни. Потому что остальная сторона уже, скорее всего, будет забита. Хорошо знаешь грамматику, обращаешь внимание на чужие ошибки. Иногда, иногда. Если человек просто меня вывешивает тем, что он неграмотно пишет, то я вообще не прекращаю. А если, ну, там, парочка ошибок пропустил просто потому, что быстро печатаешь, это нормально. Это ещё и рассеянность играет у человека. СТФ это сколько максимального количества лайков в ВК было? По-моему, 69 или 112 на старшую страницу. На это я тоже не буду отвечать. Домашнее животное... Домашнее животное, да или нет? Что такое? Что такое? Да, домашнее животное. Если да, то кто? Ну, котики мои. Если нет, то почему? Назови пять плюсов или минусов в зависимости от предыдущих ответов. Плюсы. Они тебе сочувствуют. Серьёзно. Когда ты болеешь, они к тебе приходят. И они тебе сочувствуют. Второе. Они очень мягкие, очень забавные, пушистые. С ними можно играть. Если ты одинок, то твой лучший друг это твой кот. Вот. Поэтому, не знаю, животных я люблю очень. Мне даже... Я даже... Нет предпочтений, какого животного я завела бы. Хоть слона, хоть жираф, хоть верблюда. Главное, чтобы... Были средства, чтобы его содержать. Какие фоторедакторы юзаешь? А? Я её называю инстаграм. Но иногда я схожу в фотошоп, но чтобы типа обложку делать. Потому что я не знаю, как фотошопить людей. Я не знаю, как менять их пропорции. Поэтому... Не спрашивайте. Так, у тебя Джейси работает. Ок. Может рекламная страница открывать по звуке? Нет. Не слава великим котятам. Ничего просто так само собой не открывается. Любишь тусить или дома посидеть? Да, я люблю посидеть дома. Но если тусить, это какая-то неформальная партия, где можно пить, можно не пить, можно просто с кем-нибудь туда пойти, то я бы, наверное, сходила. То я один раз в жизни была в клубе, и то это был деревенский клуб. Я такая, матерь божья, матерь божья, я отсюда ухожу. Так. Хочешь себе ручку со скрытой камерой, чтобы она незаметно снимала, что происходит всё вокруг? Ну, во-первых, для такой ручки нужен очень весомый аккумулятор. И, как бы, ну, блин... Я ручку плюс себе этот... Ну, брошку, как он называется. И привяжу её к своему лбу, и буду ходить вот так вот на всё смотреть. Так, любишь играть? Ну, смотря во что. Какой стиль в одежде тебе нравится? Что одену, то и стильно! Какая музыка тебя может вдохновить? А, абсолютно любая. Абсолютно. Да. Где можно остановиться в твоём городе? Посоветуй хостел или гостиницу. Есть прекрасные хостелы и гостиницы. На... 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 На Словодской, по-моему. И ещё... Где в ДНХ. Смотря на сколько ты хочешь туда ехать. Так, биография какой знаменитости тебя интересует? Всё, что меня интересовало, я уже прочитала. Скрины диалогов в студии. Нет, 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 нет. Мои скрины, мои скрины, мои диалоги. Мои люди. Пять фактов о том, кто нравится, о себе, о том, кто выводит тебя из себя. Есть человек, который нравится мне, да, есть. Но... Я не знаю. Наверное, это... Получается уже не взаимка. О себе... Пять фактов о том, кто нравится, ну... Музыкант. Начинает музыку. Больше сказать ничего не могу. Так, о себе. Пять фактов о себе. Я... Ношу ошейник, чтобы не сорваться. Потому что это действительно что-то в голове, что-то типа, что-то за... Ух... Крустивно. Вот. Люблю собирать чеки-пап. Кости. И кошек. Хи-хи-хи-хи. Кто выводит тебя из себя? Школа. Это было самое жуткое время. Время, проведённое в школе. Поэтому я прогуливала... Поэтому я прогуливала некоторые уроки. И была вполне себе счастлива. Где чаще всего шопишься? Знаешь, такой магазин называется Second Hand? Или твой подросший брат? Или твоя подросшая сестра? Ха-ха-ха. Соберёшь такой. Оп. Оп. Не нужно, не нужно. Всё. Ты можешь перекроить, сделать себе что-нибудь интересное. И... Такого ни у кого не будет, потому что ты сделаешь это сам, своими собственными руками. Так, на эстафеты я, наверное, не буду отвечать опять же. Стоит ли задавать вопрос с ответом, на который человек слышать не готов? Нет. Не стоит. Как верифицировать себя в инсте? Не знаю, по-моему, там что-то через прогрузку надо. Так. Вот самое большое, вот это пиши, я не буду читать. Вот. И это, по-моему, да, все-все-все вопросы, которые были у нас с прошлого раза. Я надеюсь, что такой формат странный, весьма странный для меня лично вам нравится. Если вам не нравится, то подайте мне идею, написав её в комментариях. Потому что, ну, если даже есть какая-то заезженная идея, если её правильно переформулировать, то она будет очень даже неплохо. Ну, как неплохо? Неплохой. Вот. И просмотр. Всем пока.